здравствуйте дорогие ребята добро пожаловать на урок русского языка и литературы тема урока александр сергеевич пушкин моцарт и сальери цели урока сегодня на уроке вы научитесь излагать выборочно содержание текста на основе прослушанного прочитанного или аудиовизуального материала будете формулировать проблемные вопросы по тексту позволяющий выдвигать идеи интерпретации предположения и отвечать на разные типы вопросов ребята сегодня мы познакомимся с произведением известного русского писателя александра сергеевича пушкина моцарт и сальери но прежде давайте поговорим о самом авторе александр сергеевич пушкин родился 6 июня 1799 года москве дворянской семье которая принадлежала самой образованной части московского общества в их доме собирались поэты художники музыканты в 1811 году родители пушкина отдали учиться его в лицей для дворянских детей из этого выпуска лицеистов трое друзей поэта стали участниками восстания против царя 14 декабря 1825 года пушкин сохранил лицейскую дружбу на всю жизнь летом 1830 года александр сергеевич отправился свое имение болдино чтобы привести в порядок свои хозяйственные дела здесь из-за эпидемии холеры он остался на целых три месяца болдинскую осень талант пушкина достиг полного рассвета пушкиным были созданы повести белкина поэма домик в коломне законченный роман евгений маленькие трагедии маленькие трагедии в маленькие трагедии вошли четыре драма это скупой рыцарь моцарт и сальери каменный гость пир во время чумы каждая из трагедий это спор о человеке о возможностях его природы о границах зла и бесконечности добра в каждой из трагедий поэт говорит о грехах человеческих о страстях и пороках но что такое трагедия давайте заглянем словарь трагедия жанр художественное произведение предназначенное для постановки на сцене в котором сюжет приводит персонажей к катастрофическому исходу на что уже нацеливает нас определение жанра совершенно верно ребята на трагический конец но прежде чем мы перейдем к изучению произведения давайте определим по ключевым словам о чем пойдет речь перед вами ключевые слова произведения композитор талант гений зависть загадка смерть подумайте ребята о чем эта трагедия правильно ребята речь пойдет о загадочной смерти талантливого и гениального композитора молодцы итак произведение пушкина моцарт и сальери героями драматического произведения являются реальные люди австрийский композитор вольфганг амадей моцарт и итальянский композитор антонио сальери послушайте краткую биографию героев вольфганг амадей моцарт австрийский композитор родился 27 января 1756 года в Зальцбурге с самого раннего детства вольфганг амадей был чудо-ребенком уже четырехлетнем возрасте пробовал написать концерт для клавесина а с шести лет блестяще выступал с концертами по странам европы в девять лет были опубликованы первые симфонии моцарт обладал необыкновенной музыкальной памятью мог точно записать любое услышанное музыкальное произведение слава пришла к моцарту очень рано следующий герой антонио сальери антонио сальери итальянский композитор дирижер и педагог в 1772 году опера венецианская ярмарка принесла сальери огромный успех в 1778 году была поставлена еще одна опера сальери школа ревнивых которая также имела успех сальери получил известность как блестящий педагог он воспитал более 60 учеников среди которых бетховен шуберт лист в 1817 году стал первым директором венской консерватории ребята мы познакомились с главными героями произведений а теперь выполним словарную работу по тексту обратите внимание назначение данных слов и словосочетаний которые встретятся в первой сцене драма праздны ничем не заняты без дела бесполезных занятий постылы надоевшие вызывающие отвращения ремесленник человек который занимается владеет профессиональным ремеслом музыку я разъял как труп то есть всесторонне изучил искушенный хорошо знающий опытный в чем-нибудь это слова взяты из толкового словаря ужикова а теперь поработаем с текстом откройте учебник найдите упражнение 4 на странице 106 прослушайте первый монолог сальери отверг я рано праздные забавы науки чуждые музыки были постылы мне упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыки труден первый шаг искушен первый путь преодолел я ранние невзгоды ремесло поставил я подножием искусству я сделался ремесленник перстам придал послушную сухую беглость и верность уху звуки умертвив музыку я разъял как труп поверил я алгеброй гармонию тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться ниге творческой мечты я стал творить но в тишине но в тайне не смея помышлять еще о славе усиленным напряженным постоянством я наконец в искусстве безграничном достигнул степени высокой слава мне улыбнулась я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием ребята вы прослушали монолог сальери а теперь выполним упражнение упражнение пятое на странице 108 дайте ответы на следующие вопросы что вы узнали о жизни сальери благодаря чему композитор достиг в музыке степени высокой подтвердите свой ответ цитатами из монолога ребята на экране вы видите критерии оценивания и дескрипторы по которым вы можете оценить свою работу а теперь ребята проверим себя внимание на экран что вы узнали о жизни сальери сальери с самого детства много работает он отрекается от праздной жизни учится искусство музыки которая дается ему с трудом благодаря чему композитор достиг в музыке степени высокой благодаря многолетнему упорному труду он в искусстве безграничном достигнул степени высокой обрел поклонников и славу ребята я уверена что вы все отлично справились с этим заданием выполним следующее задание найдите соответствие в тексте отверг я рано предался ремесло поставил я я сделался ремесленник звуки умертвив проверьте свои ответы проверьте свои ответы ребята если ваши ответы совпали с ответом на экране значит вы все выполнили верно молодцы а теперь подведем итоги урока на уроке вы познакомились с произведением известного русского писателя александра сергеевича пушкина моцарт и сальери вы изложили выборочное содержание текста на основе прослушанного прочитанного или аудиовизуального материала сформулировали проблемные вопросы по тексту позволяющие выдвигать идеи интерпретации предположения и отвечать на разные типы вопросов а сейчас используя прием одним словом проведем рефлексию по уроку сегодняшний урок это сегодня на уроке я рекомендуемое учебное задание прочитайте продолжение трагедии на страницах 110 118 напишите свой отзыв о первой сцене ознакомившись с текстом в упражнении 11 13 ребята перед вами список рекомендуемой литературы для более подробного изучения темы на этом я завершаю урок до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...